Вы создали сайт на Joomla и с вашего сайта не приходят заявки к вам на почту, будь то форма, лид форма, сбор заявок, типа что-то такого, либо это могут быть страницы контактов. Есть простое решение. 100% гарантия попадания всех писем с вашего сайта во входящие, благодаря настройке SMTP. Не нужно создавать никакие бизнес-почты, заморачиваться с этим. Не нужно создавать хостинг-почты. Есть абсолютно простое решение. Принимать письма с вашего сайта через обычный ящик Mail.ru, которым вы привыкли пользоваться. Это может быть и Яндекс.Ящик, и Гугл.Ящик и так далее. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео разберем. В этом видео я на практике покажу на своем сайте, который вы сейчас видите перед собой, как действительно письма будут доходить. Вообще они до меня дойдут, и они дойдут обязательно во входящие. Через абсолютно простую почту от Mail.ru. То есть я буду показывать на примере именно компании Mail.ru. Но по аналогии вы можете использовать это и для Яндекс, если вы используете почту Яндекс, и Гугл. То есть простая почта, не привязанная к домену, не бизнес-почта. Обычную почту можно тоже использовать с вашего сайта, чтобы письма доставлялись, минуя все фильтры, и приходило во входящие 100%. Как это сделать? Вам нужно попасть вот на такую страницу. Адрес этой страницы help.mail.ru. Дальше вы переходите здесь вот почтовые программы и кликайте вот сюда. Вам нужно увидеть вот эту страницу. Это просто настройки. Нужные необходимые параметры, которые нужно проставить в нужных местах на Joomla сайте. И все. Процедура занимает несколько минут. Никаких сложностей здесь у вас не возникнет. Я уже протестировал, и это действительно все работает. Итак, давайте приступим к практике. Я перехожу в админку своего сайта. Здесь вам нужно перейти в систему общей настройки. Далее вы переходите на вкладку сервер. И вот здесь в правой части, внизу, где метод отправки, вы выбираете SMTP. Выбираем. Появляются дополнительные поля. В поле email я проставляю, как вы видите, обычную почту от Mail.ru. Обычную, потому что идет собачка и идет Mail.ru. У вас абсолютно может быть такая же почта, только вот здесь будет ваше название почты. И я вам уверяю, на такую почту с вашего сайта будут приходить письма абсолютно все. Будь то контактная форма или форма лид-форма, да, сбор заявок с вашего сайта. Итак, заполняем необходимые данные. Имя хоста, то есть обязательные поля. Вы видите, что я написал. Эти параметры я получил со страницы помощи на help.mail.ru. То есть имя хоста, вот, просто копировал отсюда название. У вас оно будет абсолютно таким же, если вы пользуетесь этим же сервисом. Следующий важный параметр. Вы проставляете порт. Также обращаемся к странице помощи. Порт. Видите, именно вот этот SMTP. То есть просто три цифры копируете, 465. Но при условии, что у вас SSL на сайте подключен. То есть это вот этот маленький замочек. Безопасное соединение SSL у вас на сайте должно быть установлено. Если у вас такого нет, не знаю, будут ли доставлены письма. Порт я проставил здесь. Естественно, здесь я выбрал, вот он, SSL. ТЛС. И дальше авторизация на SMTP. Ставим, да, обязательно. Здесь я проставляю еще раз почту авторизации, то есть на вашей почте. И, внимание, пароль. Вот здесь вы проставляете. Именно от входа в почтовый ящик. Вот этот ваш почтовый ящик. И уже на этом уровне, прежде чем проверять работоспособность с почтой, вообще доходят ли письма до нас, Joomla нам предоставляет вот такую тестовую отправку. Сначала нам нужно проверить тестово. Если тестовое письмо приходит, мы уже на верном пути, и, скорее всего, уже письма с сайта будут вам доходить. Поэтому я сначала сохраняюсь, не забываю это сделать. То есть на сайте нужно обязательно, чтобы эти настройки применились. А теперь я нажимаю «Отправить тестовое сообщение» на кнопку. Если вы все сделали правильно, после нажатия на кнопку «Отправить тестовое сообщение», вы должны увидеть вот такое сообщение в админке, что тестовое сообщение с помощью SMTP отправлено. Теперь переходим на почту и убедимся в том, что действительно, вот оно, тестовое сообщение. Тестовое сообщение пришло с сайта. То есть это уже хороший показатель. Теперь идем на сайт и проверяем с вами, как это работает именно с фронтальной части сайта. Доходят ли письма до нас. Теперь что вы используете на сайте? Если вы используете обычные контакты или вы используете какую-то форму, компонент на Joomla, неважно. Заявки будут приходить. Но в моем случае в конкретную форму, в настройках, нам нужно вставить этот email, который теперь у нас принимает письма через SMTP. Компонент Forms у меня в моем случае. Перехожу в соответствующую форму в настройке. И просто нужно эту почту проставить в соответствующее поле. В моем случае это. Вот здесь вот удаляю почту свою старую, по сути, и вставляю вот эту новую почту, обычную почту. Нажимаю сохранить. Далее иду на сайт, обновляю страницу. Ввожу тестовые данные. Тест, имя, email и телефон, все девятки. И проверяем работоспособность почты. Проверяем доставляемость. И все прекрасно работает. Я перехожу в почту, вижу новый заказ, перехожу. Вы помните, я вводил имя тест, email и девятки, все телефон. Во входящие письма приходит абсолютно все в порядке на обычную почту. В этом видео я показал вам простое решение, которое будет работать с любыми почтами, которыми вы привыкли пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok